Я рада вас приветствовать на моём канале. 4 апреля, 22 марта по старому стилю, согласно народному календарю, отмечают День Василия Тёплого. В эту дату верующие вспоминают мученика Василия, жившего в IV веке. Он был священнослужителем в Анкире Галатийской и исповедовал прихожанам своего монастыря веру в Сына Божьего. Народи же этот день нарекли Василием Солнечником, Василием Тёплым, Василием Капельником за то, что именно сегодня налаживается погода. Становится тепло, начинает капать с крыш и ярко светить солнце. Сегодня много ритуалов, связанных с солнцем, по нему предсказывают будущее и гадают. А приметы на 4 апреля помогают сделать свою жизнь лучше и предсказать будущее. Известно, что святой мученик Василий умер за православную веру ужасной смертью. Император Юлиан, которого Василий обвинил в вероотступничестве, приказал казнить неугодного, содрав с него кожу заживо. Поэтому святого Василия очень почитают и молятся ему о спасении души. Сегодня люди очень почитают солнце, которое наконец-то пришло на землю и пригрело своими лучами. По нему даже гадают. Например, нужно на рассвете посмотреть на восходящее солнце. И если вокруг него виднеются алые круги, значит год будет удачным, а урожай богатым. Приметы на 4 апреля говорят, что если сегодня сделать своими руками символы солнца, то в доме весь год будет царить достаток, удача и благосостояние. С этой целью сегодня пекут булочки и печенье в форме солнца. Такое угощение должен откушать каждый член семьи. Тогда в жизни каждого домочадца будет успех. А если угостить печеньем еще и чужих людей, то счастья будет в два раза больше. Традиционно 4 апреля хозяйки пекли хлебцы в виде солнечного диска, посыпанные изюмом. С него и начинали утренний прием пищи. Главное съесть выпечку полностью, поэтому желательно, чтобы хлебцы были маленькими. Крошки отдавали птицам. Обычно весной хозяева затевают строительство, например, хлева, сарая или бани. А может быть и дома. Поэтому им важно знать, как найти наиболее подходящее для этих целей место. Именно 4 апреля на Василия Теплого подмечали, с какой стороны капель капает и куда бегут ручьи. Здесь строение не возводили. Долго оно не простоит, так как будет подмыто водой. Рукодельницы 4 апреля отбеливали холсты, выставляя их под солнечные лучи и приговаривая. «Василий, сделай холсты белее снега». Вечером собирали и благодарили Василия за помощь. В этот день пересматривали свою обувь. Выкидывали изношенную и старую, вынося ее вперед носами. Иначе вопросы, которые приходилось решать в этой обуви, могут возвратиться. И чинили хорошую. Проводили в праздник Василия Капельника и различные ритуалы, как любовные, так и привлекающие удачу, радость. И материальное благосостояние, часто обращаясь с заговорами к солнцу. Если на рассвете вокруг восходящего солнца видны красные или алые округи, значит год будет урожайным и богатым. Если облака синего цвета быть дождю, если на муравейнике снег растаял только с северной стороны, значит лето будет очень теплым, погожим и долгим. Приметы на 4 апреля говорят, что если сегодня проснуться под прямыми солнечными лучами, то весь год будет у тебя счастливым и успешным, а желания осуществятся. Тем, кто привык обращать внимание на старинное поверье, исследовать мудрости предков, приметы напоминают, что нельзя делать 4 апреля на Василия Теплого несколько дел одновременно, ни одно толком не сделаешь. По этой причине 4 апреля и не рекомендуется хозяйкам готовить сразу множество блюд. Они либо подгорят, либо будут пересолены. Скорее всего, тесто не поднимется, а блины станут прилипать к сковороде. 5. Лучше потратить больше времени, но готовить постепенно по одному блюду. В день Василия Теплого нельзя выносить мусор, можно навлечь на всю семью большую беду. 6. Нельзя в этот день выстиранные вещи сушить на улице. Считается, что сегодня нечисть шалит больше, чем обычно. 7. И может залезть в постиранное белье, а после оказаться в доме, где и начнет беда курить. Запрещено заниматься вязанием и вышиванием. 7. Нитка станет путаться и завязываться в узелки, которые потом невозможно будет развязать. 8. Женщинам 4 апреля нельзя вытираться чужим полотенцем. По примете, муж станет изменять. Поэтому в гостях лучше после мытья рук дать им просто обсохнуть, не используя предложенное полотенце. 9. Нельзя в день Василия Теплого просить взаймы муку у соседки. 10. Можно с ней поссориться на денежной почве. 10. Приметы не советуют 4 апреля ушивать вещи. 11. Ослушавшийся запрета всю свою жизнь укоротит. 11. Поход к швее или ремонт одежды желательно перенести на другое время. 12. Нельзя сегодня громко смеяться. 13. Таким поведением только нечесть разодоривать. 14. 4 апреля ни в коем случае нельзя рассказывать о своих планах на будущее. 14. Мысли вслух делают их бесперспективными. 15. К тому же человек, делящийся своими задумками, тратит огромное количество душевной энергии, 15. Которую темные силы могут использовать в собственных целях. 15. Нельзя в этот день есть хлеб, начиная с горбушки. 16. По примете, глава семьи может серьезно заболеть. 16. Сегодня корочки нужно оставить на потом и желательно, чтобы их позже съели самые маленькие члены семейства. 17. Сегодня проводят легкий заговор для того, чтобы весь год в доме был достаток и деньги текли рекой. 17. Для этого нужно взять три золотистые монеты и пойти туда, где есть сырая земля, в которую можно закопать монеты. 18. Этот ритуал нужно проводить на рассвете, под лучами восходящего солнца. 19. Закопай монеты. 20. Когда будешь закапывать последнюю монету в землю, произнеси такие слова. 21. Как корень ржится к земле матери, будет цепок, так и приговор мой будет цепок и лепок. 22. Ты расти рожь, в земле матери разрастайся. 23. А с тобой и достаток мой во сто крат умножайся. 24. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. 25. Если вокруг солнца на заре круги краснеют, год выдастся урожайным. 26. Если синие облака, весна будет теплой, но с осадками. 27. Тот, кто 4 апреля родился, будет хорошим мастером кузнечного дела. 28. Туман утром к перемене погоды. 29. Если на месте снега, сошедшего 4 апреля, паутина стелится к неурожайному году. 29. Гроза в этот день сулила позднюю сухую осень. 30. Если в доме был больной, то 4 апреля ему давали выпить немного капельной воды, собранной в этот же день, и он быстро шел на поправку. 31. Чтобы муж и жена не ссорились, надо было 4 апреля вынести простыню, снятую с их кровати, на солнышко. 31. И пусть там до вечера повисит. 31. Цветок в горшке расцвел в этот день. Это хороший знак, сулящий прибыль. 31. Чтобы детки росли здоровыми, набирали воду на рассвете и ставили на подоконник, где солнечные лучи в нее попадали. 32. А перед вечерним купанием добавляли в нее же воды, капающей с крыши. 33. А потом лили в емкость, в которую ребенок перед сном ножки опускал. 34. Если 4 апреля в дом мужчина по имени Василий войдет, то нужно его за стол посадить и угостить чем-то съестным. 34. Тогда семья не будет ни в чем нуждаться весь год. 35. Проводили в этот день ритуал, чтобы удача пришла. 35. Для этого надо проснуться с восходом солнца, встать к нему лицом, зажечь свечку оранжевого или желтого цвета и сказать такие заговорные слова. 36. Солнце, вставай, меня освещай. Дай мне силы и удачи, стать счастливей и богаче. 37. Красотой одари, а все болезни забери. 38. Пусть свеча догорит полностью, а гарок не выбрасывать, а измельчить и кинуть в водоем. 39. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. 40. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. 41. Субтитры сделал DimaTorzok 41. Субтитры сделал DimaTorzok 42. Субтитры сделал DimaTorzok 42. Субтитры сделал DimaTorzok 41. Субтитры сделал DimaTorzok 42. Субтитры сделал DimaTorzok 43. Субтитры сделал DimaTorzok